Роскомнадзор сразу упал, прошу прощения за слово упал. Да, вы правильно меня поняли, сейчас будем обсуждать анекдот дня вчерашнего. Эта страна в буквальном смысле ухахатывалась от очередных идиотских действий рукозадых специалистов гениального путинского недоведомства. Началось все с утра, когда представители РКН понесли какую-то пургу в отношении Твиттера, мол, в сети микроблогов обнаружены призывы несовершеннолетних к самоубийствам и прочий запрещенный контент. Из пруфов, естественно, ничего, ну так по-рускомнадзоровски. Мы что-то проблеили, поэтому вы обязаны нам поверить, и начали ребятишки, значит, в качестве штрафных санкций, замедлять работу этого несчастного Твиттера, вот только на функционировании самой соцсети, оно вообще никак не сказалось, зато упал сайт Госдумы, а затем Кремля, после правительства. Десятков министерств и ведомств, включая МВД, ну и в конце концов обрушился сайт самого Композора. Дальше больше. Оказалось, что проблемы начались у крупнейшего интернет-провайдера страны, государственного Ростелекома, а под ними на минуточку две трети отечественного рынка, то есть, говоря на понятном языке, друзья. Вчера случился всероссийский кабздец. Экономический ущерб от действий рукопов пока уточняется, а вот теперь самое интересное. Задумайтесь о другом. Накануне позорные всего лишь работу одного Твиттера замедлить попытались. Представьте, что произойдет, когда они более масштабную операцию захотят осуществить. За примерами далеко ходить не будем. Декабрь 2019-го вспомните, когда РКН попробовал протестировать суверенный чебурнет. Ага, несколько аэропортов в стране тут же встали. Тогда, впрочем, удалось спустить историю на мягких лапах. Дело было ранним утром. Из крупных аэропортов под замес попал только один в Екатеринбурге, да и бюрократы. На удивление быстро среагировали. Включили заднюю, как только поняли, что-то пошло не так. Но это ведь не более чем везение, согласитесь. Каждый раз везти не будет, а впрочем, вот недаром, да, кто-то придумал эту поговорку. Дуракам главное не мешать. Начинаем. А если серьезно, знаете, если бы я жил в другой стране, я бы задал сейчас вопрос, кто отвечать-то будет за случившееся. Но я живу в России, поэтому вместе с вами готовлюсь слушать наспех сляпанное вранье. И с каждой пропагандистской помойки оно польется уверенно. Ну, конечно же, я про них. Про сказки о хакерских атаках на скрепы лишней хромосомии со стороны Байдена или там укрбандеровцев. Ну, что, в первый раз, что ли? Старая, добрая, обкатанная схема, как только какой-то путинский криворучка обгадился, поднимается вон из Сирии. Это все происки врагов. На Россию может обрушиться шквал кибератак. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» выяснили, что в ближайшие три недели власти США готовят хакерское вторжение в компьютерные сети нашей страны. Ну, от наших американских друзей можно сжать все, что угодно. Но при этом интернет-удары будут очевидными только для разведки и Министерства обороны. Обычные пользователи это вряд ли заметят. Удивительно, что дураки в этот бред продолжают верить долгие годы, хотя чему я удивляюсь. Дурак он и есть дурак, ему так проще. На кой лет напрягаться, думать, пятой точкой шевелить. Тем более, наш дурак еще и ни на такие бред не велся. У нас не понимают, что отняли у пенсионеров в Московской области право проезда в Москве, Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Об этих лоунах, кстати, тоже поговорим в одном из ближайших выпусков. Целую программу секте свидетелей Федорова собираюсь посвятить. Возвращаясь же к нашим баранам. Хороший каламбур получился, главное уместный. Ну так вот, а у нас, ребят, менталитет такой. Мы по природе свои ленивые, поэтому верим в небылицы. Мы так оправдываем, потому что в том числе собственную лень и никчемность покосился у Вани забор. Что делать? Ёлки зеленые, это ж надо оторваться от футбика и пиваса. Встать с дивана, пойти этот забор ремонтировать. Вот нафига козе-баян. В мире иллюзии интереснее, посему проще придумать для себя, в первую очередь, какую-то отмазку. А забор, ну, как-нибудь простоит. Ну чё оно не рубится? Ладно, и так сойдёт. Я не хочу этого говорить, но мы действительно деградируем. Мы перестали жить настоящим. С головой погрузились в тот иллюзорный мир. Неважно что, это телек или интернет, это всё равно мир иллюзий. Но согласитесь, одни тоннами поглощают тупые сериалы и кайфуют под не менее тупые скандалики шоу. Другие живут в компьютерных играх, чатах. Прогоняют через себя нескончаемый поток роликов из соцсетей. По сути, мало чем отличаются от первой категории. Блин, у нас слово бабник скоро исчезнет из лексикона, потому что никто не будет знать, что оно означает. Количество одиноких женщин в крупных городах зашкаливает. Просто их столько не было никогда. А что мужики? Мужики на сайтах знакомств переписываются с виртуальными красавицами. И всё. Твою мать, выйди на улицу, пройди пару сотен метров до ближайшего кафе. Ты там настоящую живую встретишь. Нет. И я начал понимать, почему. А потому что в этот убогий и серый мир возвращаться не хочется. Пойти в настоящее кафе и познакомиться с настоящей девушкой. Так это ж надо сделать будет какой-то заказ, оплатить его после. А у товарища зарплата 20-30 тыр и кредит за старую Тойоту камнем на шее висит. Да и она бы от глупого сериала о телевизионной золушке оторвалась с удовольствием. Вот только в её настоящей жизни совсем не принц присутствует, а часто полупьяный нищеброд в застиранных труханах, а ещё счета за коммуналку, которые непонятно чем оплачивать. Зарплаты нищеброда, потому что ни на что не хватает, но нищеброду на это пофиг. До кучи нужно придумать, как из воздуха ужин на завтра приготовить или кто-то со мной не согласится. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить ещё лучше. Просто мы уже у такого разбитого корыта сидим, что надежда остаётся одна только на чудо. И в это чудо хочется верить. Ну, мы и верим, собственно. Это реальная журналистика. Из полей доносится печаль. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! В продолжение вышесказанного и закончим уже с этой темой. А кто-нибудь из вас задумывался, какая у нас у русских национальная идея? Мечта по-простому. Ну, вот любому американцу задай подобный вопрос. В чём заключается американская мечта? Он вам ответит. Я хочу быть человеком, который сделал себя сам. Салф Мэй. Я хочу своим трудом чего-то добиться. Создать свой собственный бизнес, заработать свой первый миллион. А у нас с собственным бизнесом сразу можно отметать вариант. Нафиг он нам нужен, этот бизнес. От него один геморрой, потому что мы лучше куда-нибудь в бюджетную структуру на работу устроимся. Вот так вот ответит вам человек. Где пусть маленькая зарплата, зато регулярная и стабильная. Два раза в месяц приходит смс-ка, денюжка на ваш счёт поступила. А ещё лучше человек бы в Газпром пошёл работать. Там вообще красотища. Дырку в земле пробил, нефть из той дырки потекла, бабло с неба посыпалось. Вот она. Наша национальная идея, наша национальная мечта. Мы все хотим работать в условном Газпроме, что я опять не прав. Нам бы так, чтобы ничего не делать, ни за что не отвечать. Но чтобы платили стабильно, это главное. Оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников и устранить все проблемы. Владимир Путин поручил правительству во время совещания с Кабмином по видеосвязи. Президент подчеркнул, оплата труда должна быть прозрачной и реальной. Не нужно играть статистику. Вот поэтому мы и живём 20 лет с Путиным. У нас 40% работающего населения это бюджетники. Вдумайтесь в эту цифру. Я сейчас отнюдь не про врачей, учителей и силовиков говорю. Но же при каждой администрации, от поселковой до администрации федерального уровня, существует целая куча каких-нибудь мупов, вгупов, шмупов, в которых типа трудятся миллионы наших соотечественников. Хрен знает, чем эти люди там занимаются. Но это бюджетники, для которых стабильность действительно не пустое слово. Именно они за неё голосуют на выборах два десятилетия подряд за путинскую стабильность. В смысле? Они же на полном серьёзе верят сказкам из стиля ящика. А чё бы ни голосовать и не верить? У бюджетников правда всё стабильно. Пример, да пожалуйста. Моя двоюродная тётка работает в окологосударственной структуре. С тех пор, как начался коронавирус, например, а она старше 60, ей повелели сидеть дома, и вот она год уже почти сидит, а зарплату при этом получает регулярно и в полном объёме. Надо ли объяснять, что в Головнюке родственница моя души не чает? А теперь напоминаю, таких 40% от общего числа работающих почти половина. С точки зрения экономики это паразит, и конечно, а вот с точки зрения электората нереальный подарок для Головнюка, поэтому методичка Кремля работала. Работает и будет работать. А может быть какие-то враги сидят за границей, которые специально всё это организуют. Вот и всё. Ладно, давайте о серьёзном. Мишустин тут вслед за Путиным придумал, как остановить Россин. Я реально ухахатывался. Сперва даже мелькнула мысль, может панорама опять отжигает. Нет. На полном серьёзе целый премьер-министр России экономист на минуточку предложил закрепить за каждой группой товаров чиновника. И вот этот чиновник должен будет следить за тем, чтобы цены на товары в зоне его ответственности не росли. Правительство берёт под строгий контроль стоимость потребительских товаров и услуг. С этого дня Кабмин вводит постоянно мониторинг цен. Следить за их динамикой будет Минэкономразвитие совместно с Росстатом и ФАС. Блин, это сюр какой-то, к слову, мои коллеги из ДАБЛЯТЬ. Уже нашли для Мишустина более оптимальное решение и предложили создать соответствующее министерство. А чё? Министерство цен на сахар, министерство цен на мясо, министерство цен на ГСМ, ну и так далее. Цены сразу испугаются. И как упадут? Кстати, ещё в окно можно покричать в полнолуние «Цена, не расти!» Или крестный ход устроить, тоже, говорят, помогает. Ну, там, например, снять очередной клип. Тоже вариант с участием сотрудников Сима Лэнда на свежую песню Газманова. А, впрочем, пропагандисты в этом вопросе и меня, и ДАБЛЯТЬ, и даже Мишустина на повороте обошли, решили. Не париться, тупо пошли проторенные дорожки и врут в эфире. Вам показалось, ребята. В Москве цены за месяц поднялись на 0,6%, в Санкт-Петербурге на 0,9%. В продуктовом сегменте подорожали, например, картофель и яйца. А вот в сахарный песок, соль, пшено, наоборот, подешевели. Некоторые овощи... Люблю я этих господ умеют вопросы решать. Вот не зря из пропагандистов масса депутатов выросла. Толстой, Хинштейн, Пушков. Господа вообще не парятся. Придумали фуфел, толкнули его у массы, и нет больше проблемы. Ну, по ящику уже сказали, что нет, значит нет. Ой, блин. Страна, 404. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. Жду вас в кафе Фаина Раневская. Кстати, чип погоняем, перекусим. Спрашивайте все время, как его найти. Да в любом поисковике. Кафе Раневская, Екатеринбург. Они в инстаграме, кстати, есть. В друзья добавляете стены, предлагаете. И поднимем, обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова